Это уже седьмое чаепитие с Виртуозилой, друзья, и мы рады вместе с Дарьей Мун тепло приветствовать всех, кто пришел посмотреть сегодняшнее чаепитие. Кстати, да, вот, Дарья стала следующим участником. Дарья, я очень рад тебя видеть. Привет-привет, я тоже тебя очень рада видеть. Наконец-то познакомиться онлайн. Привет всем подписчикам. Да, друзья, как-то система Random.org, ее, похоже, девушки взломали, и в последнее время почему-то выбирают только девушек. Я только за, честно, я только рад. Ну так, да, там еще был один парень, но он отказался. Потом еще одну подписчицу ждем, она там отложила. Но сегодня с прекрасной Дарьей. Дарья, не так давно на канале, да, вот, ну там расскажешь, когда будет вопрос, как ты познакомилась. Ну скажи вот примерно сколько ты сейчас? На канале я примерно полтора месяца. Это тот самый, да, тот самый прекрасный, можно сказать, срок, когда перед тобой еще просто стоят все блюда, все прохождения, которые можно брать и вкушать. Есть категория подписчиков, которые так вот скрупулезно ждут уже, все посмотрели и ждут каждую новую часть, знаешь, им так не хватает, а у тебя там есть где разгуляться. Хорошо. Но впереди. Да. Я видела сколько плейлистов на твоем канале. Еще раз, пожалуйста. Я видела сколько плейлистов на твоем канале. Да, ну понятно, что есть еще у каждого свой вкус, и кто-то, конечно, не будет смотреть прям все подряд, кому-то нравится один жанр, другой может не нравится, но есть даже те, которые все смотрят. Хорошо. У нас традиционно есть пять вопросов, и давайте начнем с первого. Кстати, да, я напомню всем участникам, что на чаепитиях не только я задаю вопрос, вы можете тоже смело задавать любые вопросы мне, а то, чтобы это не подумали, что такой формат допроса подписчиков. То есть каждый приходит, я такой все выпытал, и говорю, все, давай. Ну вот так. Значит, Дарья, давай, расскажи, пожалуйста, какая компьютерная игра была у тебя первой, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство с ней? Игра была еще на таких дисках, у которых помещалось там, по-моему, чуть ли не сто игр. Я приобрела такой диск, буквально прям очень-очень недорого они тогда стоили. Но я понимаю сейчас, что это все было, так скажем, не оригинальные игры были, а подделки были. Но знакомство у меня началось с этого. Ну, мы все это понимаем, большинство также вынуждены были знакомиться с подделок. Мы вначале и не знали вообще, что это подделки, и что есть не подделки, а есть лицензии. Так вот. Что-то, 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 даже не в курсе было вообще. Да, ну а ты саму игру не помнишь, что там была за игра? Помню, да, это было тоже что-то, какое-то квестовое. Что-то квестовое было, название, к сожалению, не помню. И диск у меня уже не сохранился. Ну, да, это такие игры полудосовские, наверное, там, типа, Рыбок Фредди, там, еще каких-нибудь. Ну, у меня был такой диск тоже, там, да, сто, там, сколько-то, сто миллионов игр, и они такие все простые, да. Но это давно было? Ты можешь припомнить, как давно это было? Начало двухтысячных. И это сразу, получается, на компьютере было? То есть, в консоли или... Нет, нет, на компьютере, на консолях я не играла. Ага, супер, супер. Ну, тогда скажи нам теперь, какая Final Fantasy у тебя была первой? Final Fantasy первая, пятнадцатая, она же и самая любимая. Другие Final Fantasy я пока еще, как бы, не знаю, только знакомлюсь на твоем канале, пока с десятой. Ага, замечательно. То есть, очень интересно. А тебе предстоит еще целая, обширная такая сфера. И я думаю, ну, не хочу, сразу не хочу спойлерить, но знакомься со всеми, и будет интересно твое мнение узнавать о каждой финалке. А ты пятнадцатую всю сама прошла? Нет, я, к сожалению, сама не прошла, поэтому смотрю твое прохождение. А где ты остановилась? Нет, я буквально начала ее только проходить. На первой главе пока еще, то есть, я даже до Галдина еще не добралась. Я понял. Ну, сейчас ты, я вот в комментариях вижу, смотришь уже, как мы пятую главу проходим. То есть, ну, еще будет что посмотреть, там еще будут дополнения DLC. Да. Значит, пятнадцатая у тебя получается и первая, и любимая. Как ты думаешь, может ли быть так, что ты познакомишься со всеми Final Fantasy, и любимой станет другая часть? Я думаю, что вполне возможно, в принципе, десятка меня тоже увлекла. Хорошо. Хорошо. Интересно очень послушать, что ты скажешь о девятой части. Смотрим. Да. Да. Так, ну, скажи, как ты познакомилась с Виртуозила Game World? Недавно это произошло. О, совершенно случайно. Я начала пятнашку смотреть у других блогеров. Меня очень, как бы, не устраивало, что у них не было полного прохождения. На Ютубе я прям в поиске забила полное прохождение Final Fantasy 15. Угу. И у меня высветились рекомендации. Среди них вторым или третьим шел Виртуозила Game World. Удивительно. Я думал, что я по пятнадцатой части даже на первую страницу попадать не буду. Ну, потому что там забитыми топовиками миллионниками. И тем более они делали ее в дни выхода практически. То есть, ну, когда на видео набивалось максимальное количество просмотра. Я, честно, удивлен. И приятно удивлен. Но это значит, что вот все, кто оставляют лайки под каждой частью Final Fantasy 15, все, кто смотрят, поспособствовали тому, что она вышла так хорошо в поисковой выдаче. Здорово. Невероятно. Ты первый человек, который говорит, что нашел канал по Final Fantasy 15. Так. Ну, сможет быть, мне очень повезло. Так. И, ну, ты вот начала смотреть и как бы прям сразу решила продолжить, да? Да, конечно. Здорово. Мне очень нравится твое прохождение, то, что ты выполняешь все доп-задания, все квесты проходишь. Каждую найденную вечно показываешь, все диалоги показываешь. Ну, я стараюсь на самом деле, да. Это понятно, но супер. Хорошо, значит, ты теперь настроена как минимум посмотреть все Final Fantasy на канале, да? И потом еще... А, ты же еще, кстати, Черное Зеркало смотрела какое-то. Ну, Черное Зеркало, да. Буквально сегодня вторую часть досмотрела и тоже в полном восторге. То есть ты уже вторую полностью, да, досмотрела? Да, Черное Зеркало первое полностью, второе полностью, начинала смотреть третье. Третье немножко позже уже делал. Но, как сказала мне одна подписчица, что у тебя Черное Зеркало – это визитная карточка канала. Вот так она заключила. Хотя, ну, как-то особенно его делать я не готовился к нему особенным образом и не пытался его сделать каким-то флагманским. Ну, я вот просто его сделал, как и все остальные игры. Но говорят, что вышло интересно. Очень интересно. Спасибо. Хорошо. А какое прохождение на канале понравилось больше всего? Сложный вопрос. Ну, ты что делаешь, мне нравится абсолютно все. Я даже не знаю, как что-то отдельно выделиться. Хорошо. Если, тогда если какой-то не понравится, то обязательно скажи почему. А я постараюсь стать лучше. Ничего себе. Я в этом сомневаюсь, что что-то такое будет, но если что-то будет, скажу. Спасибо. Видно, что ты такой очень позитивный, веселый, яркий человек. И да, да, здорово. Всегда хочу, чтобы ты сохраняла в себе этот позитивный настрой. Это хорошо. Ну, вот как-то быстро у нас сегодня пять вопросов пролетели. Надо еще какие-то вопросы добавлять, мне кажется. Да, можно уже и добавлять что-то. Вот у тебя есть, например, какое-то предложение, так с ходу, какого-то вопроса? Например, у меня в пятнадцатой финалке есть один любимый герой. И мне хотелось бы у тебя спросить, а нет ли у тебя любимого героя тех игр, которые ты прошел? Это крутой вопрос. И сходу на него непросто ответить. Но я вначале скажу, что мы, наверное, его добавим как обязательный. И будем у всех спрашивать, пусть называют своего любимого игрового персонажа. Ну и, может быть, объясняют почему, либо просто называют. Можно его подразделить на два вопроса. Твой любимый игровой персонаж, который можно играть, и любимый игровой, которым нельзя играть. Потому что я сейчас хочу назвать персонажа, и им нельзя играть. Но, возможно, это для кого-то даже будет странным. Но есть такой мугл в Final Fantasy IX, Стилскин, путешественник. Он мне очень доставляет. Он такой позитивный, классный дядька. Но вот ты когда будешь смотреть... Муглы вообще, это особо милая раса, если их так можно назвать. И Стилскин, это путешественник, который из города в город ходит с таким рюкзаком. И продает тебе всякие предметы по особой цене. Купив которые, ты открываешь ему возможность продолжать свое путешествие. И есть такой очень классный момент в городе Бурмеца, где ты находишься в комнате, общаешься с одним углом. Там за окнами этого дома хлещет дождь. Ну, Бурмец – это такой город, где всегда идет дождь. И там просто с этого дождя такой Стилскин заходит. Ну, очень-очень позитивный. Он такой уникальный среди муглов. И в конце... Ну, там еще есть Артемикон в Магнет-централе. Но я обозначу Стилскина. А тогда ты тоже скажи про своего игрового персонажа еще. Ну, конечно же. Да, Игнис Шиенция. За него можно, конечно, играть в боях. Да. Вот могу даже его показать. Вот такой вот Игнис. Вообще супер. Ну, вот действительно сразу видно, что у человека есть любимый игровой персонаж. А у меня даже нет фигурки Стилскина. Интересно, они вообще продаются в мерч где-нибудь? Ну, думаю, что да. Но сложнее будет найти, чем Игниса. Ну, хорошо, я поработаю над этим. Ну, вообще, да. Игра пятнашка вышла давно, в шестнадцатом году. И вообще довольно сложно было найти вот эту фигурку. Сейчас уже в двадцать первом году. Через пять лет. Очень многие говорили, что просто уже в наличии нету этих фигурок. Да. А ты на наших отечественных сайтах смотрела? Или на Алиэкспрессе? Там, Амазоне. Обычно, ну, такое легче найти где-нибудь на eBay, на Amazon. Но понятно, что там будет доставка. Я вот смотрел, какую-то мне нужно было, тоже хотел, связанную с игрой. Я уже не помню, что с eBay заказать. И там доставка была дороже, чем сам товар. Ну, потому что из США. Но вообще, например, на Алиэкспресс там вообще доступно. Так что, если что-то ищешь, то можешь там смотреть. Да, я видела, что там что-то есть. Но я там не стала заказывать. Я смотрела и на иностранных сайтах. И в итоге заказала на нашем отечественном сайте. Ну, потому что нашла, и здорово. Хочется еще что сказать вот про Дарью. Она вот, да, буквально недавно попала на канал. И почти там с первого доната, получается, ты получила это приглашение. А ты еще помнишь, удивилась? Это к тому, что люди, некоторые говорят, что я никогда не попаду на чаепитие, друзья. Ну, вот живой пример, что можно вообще попасть с первого раза, собственно. Реально, я попала после первого доната. Ну, да. И это мало дела, когда сообщение к тебе пришло. Ну, да, да. А я еще, ну, как бы в список всех закинул в рандом. Нажимаю, смотрю, выбрала, думаю, о, это кто-то новый человек. Ну, я говорю, не помню такого. И вот он написал, да. Теперь здорово, что еще один прекрасно новый человек будет смотреть все прохождения Final Fantasy. Просто финалка столько хорошего нам может давать. И помогать отдыхать после работы, и какие-то переживания хорошие мы испытываем. Да, в очередной раз говорю, что это как прям прекрасные книги, но еще и даже больше. Оно еще все визуализировано. Чему-то научить может, к чему-то побудить может. Мне некоторые люди тоже рассказывали, что там начали после Final Fantasy заниматься определенными, ну, познанием определенных ремесел, я не знаю, профессий. Это прекрасно. Так что, да. На самом деле, в Final Fantasy намного больше, чем 15 частей. Но 15 только номерных. Они еще там все же имеют ответвление. Например, даже четвертая часть имеет еще Interlude. И Final Fantasy IV The After Years. Семерка тоже имеет там Crisis Core, другие. И, ну, это все надо как-то успеть пройти. Будем стараться. Много всего еще нас создает. Да, да. Да. А вот у Дарья там такая картина интересная. Как только мы с ней созвонились, я сразу спросил, что это. Она говорит, подруга подарила из какого-то храма. Нет, это я уже додумал. Из каких-то древ... Скажи, как ты мне сказала. А это из пещер, это арт австралийских аборигенов. Австралийских... Вот, я говорю сразу, из храма Килики откуда-то завезли. И прямиком туда. Да. Ну, а кошечка вот там тоже очень милая. Даш, ну, у нас с тобой сегодня... Ты чисто по сути и по делу так быстренько сюда все ответила. Вот. В любом случае, приятные впечатления. Если там еще какие-то вопросы есть, то можешь задавать. А если нет, то будем... Я отправлюсь дальше записывать прохождение. Там Front Mission еще хотел сегодня записать. Классно. Очень приятно было с тобой пообщаться. Да, спасибо большое. Мне тоже. Мне тоже. И мне очень... Вот этот твой огонь запал радостью. Он прям... Я сижу, улыбаюсь из-за этого в случае питья. Так что ты подумаешь, что я, может, там не чай пью. Не, пока сегодня чай-то. Чай, да. Чай. Знаковые чашечки. О, вот еще. Смотрите, как прекрасно. Ты ее тоже заказывала где-то, да? Да, тоже. Надо будет как-то тебе выслать ее еще в чашку с логотипом Мертвозила геймболит. Сделаем. О, это будет классно. Хорошо. Спасибо тебе тогда, Даш. И тебе большое спасибо за такое приятное общение. Да. Я думаю, не последнее еще. Пообщаемся. И всем спасибо, друзья. Самая большая просьба к вам не сокрушаться из-за того, что это было недолгое чаепитие. Но мы не будем специально что-то растягивать и специально что-то сокращать. Оно вот как естественно проходит, так оно и проходит. И в этом, в его естественности, его прелесть. Так что, да. Мы не будем делать шоу. Будем делать естественность. Все. Всем спасибо. До следующих чаепитиях со следующими гостями. Будем ждать всех вас. Приходите, Даша. Тебе еще раз спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok